ЗВОНОК В ДВЕРЬ Грустная и скандальная история семейной тяжбы из-за денег и однокомнатной квартиры фронтовика, которую он, по словам ветерана, получил от Путина за боевые заслуги, началась еще весной этого года. 17 апреля, как сообщил врачам, попавший в больницу дедушка Ханип, его избил бывший зять Андрей Сорокин. Родственники фронтовика решили продать ветеранскую однушку на улице электриков, но дедушка Ханип наотрез отказался. И тогда его бывший зять, супруга которого дочь Ханифа Сидикова умерла в 2009 году, а внучка, ветерана Даша, успела приватизировать квартиру деда, дал волю кулакам. По предварительным данным, инцидент произошел несколько дней назад. На почве возникшего конфликта 92-летнему ветерану причинил телесные повреждения его родственник. После случившегося пострадавший был доставлен в больницу, где ему оказана необходимая медицинская помощь. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, и действием родственника ветерана будет дана объективная правая оценка. По словам Олега Кушинского, председателя районной организации общества инвалидов, который в последние годы плотно опекает старика, и вчера в суде защищал его имущественные интересы, бывший зять на тестя фронтовика наехал из-за денег. Потом позвонила Даша мне в апреле этого года, сказала, что эту квартиру они хотят продать квартиранту, который здесь проживал, и надо дедушку выписать. А квартиру на Симферопольской они хотят сдавать, ну, чтобы у них был постоянный доход. На мой вопрос, куда они хотят дедушку, что они планируют с ним сделать, говорит, что-нибудь придумаем. Ну, как, что можно придумать, если дедушке, извините, 93 с половиной года, получилось так, что они все с него получили, все, что могли дедушку, соответственно, дедушка стал не нужен. А после избиения вот такая ситуация, и здоровье его постоянно ухудшается. У него и головные боли, и вот недержание мочи, в общем, и рука до сих пор у него правая плохо работает, он не может ничего ей поднять толком, и как бы вот она у него болит. Для полной ясности уточним. Фронтовик до поры до времени жил-нетужил в квартире с дочерью на Симферопольской, которая по документам принадлежит его зятю и внучке, а однушку ветерана Сорокин сдавал в наем, как утверждает Крушинский. То есть пять лет они извлекали прибыль. Смысл еще в чем? Андрей, с чего это началось? Он все хотел машину купить себе побольше, он все хотел там недорожник взять. И вот с дедом-то они поссорились, когда Андрей к нему пришел и говорит, дай мне денег, пошли снимать с книжки деньги. Дед говорит, да с чего, иди вроде как бы работай. Вот Ханиф расскажет, а тот стоял, стучал по столу, говорит, давай деньги срочно. Вот у них как бы такие ссоры были. После того, как родственные чувства охладели до полной вражды, Сорокин, в отношении которого следственные органы возбудили уголовное дело об угрозе убийством и умышленном причинении легкого вреда здоровью фронтовика, вероятно, решил нанести дедушке Ханифу еще один удар. На этот раз денежный. В суде он очень эмоционально, живо писал, какие разносолы он предлагал ветерану. Говорю, вот что тебе хочется, скажи что-то, это я не ем, это я не буду, икорку, красную рыбу, творог свежий, все ему привозил, все ему делалось. Этому есть свидетели, есть посторонние люди, я могу их представить. Этот человек просто, а вот этот человек влез в семью, рассорил семью, я могу сказать из-за чего. Он участвовал в получении документов на эту квартиру, на электриков, и просил, мне предлагал ее после того, как ее получили, продать и деньги распилить. Незадолго до судной тяжбы ветеран переехал в свою однокомнатную квартиру на Эльмаше. Пока живет на нераспакованных чемоданах и, по словам фронтовика, вздрагивает каждый раз, когда в дверь к нему кто-то постучит. Дай бог, у фронтовика то и дело сильно болит после апрельской беседы с бывшим зятем. Крушинский. Старика успокаивает, уверяет его, что в обиду его никто не даст. Не переживайте, дядь Ханев, не переживайте. Все за вас, все за вас, придут много людей и вас поддержать. Люди придут вас поддержать, я думаю, что... Не за что, за деньги. Деньги хотел квартиру нашу продать, машину хотел себе купить. Кстати, Сорокин в суде утверждал, кивая в сторону представителя от ВИЧКа, что, дескать, это из-за него якобы. В их семейном ладу разлад случился. Когда вот эти отношения испортились, благодаря вот этому человеку, мы с ним этот вопрос обсуждали. У меня было очень сложное финансовое положение, в принципе, на тот момент. Мне нужно было и ребенка содержать, сироту, учебу и все остальное. Плюс эту квартиру, да еще и ту, на электрику, которую они говорят, мы сдавали. Мы ее не сдавали в то время. Близко. Я ее просто содержал. Она была на моем... Ну, так как ребенок вступил в права. В общем, у каждого в этой истории своя правота. Правда, в суде гражданин Сорокин, несмотря на эмоционально яркие реплики, присев на скамью и пока не в статусе подсудимого, похоже, чувствовал себя очень нервно. Истец, то и дело, двигал ногами, вероятно, чтобы дрожь в коленках унять. Может, из-за запоздалого раскаяния. Кто знает.